Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком израильском городе, как город Кириат-Гад. Кириат-Гад – это небольшой город в южном округе Израиля. Это центр региона Лахиш израильского. История. Кириат-Гад был основан в 1954 году и назван так из ошибочной идентификации. Сегодня считается, что упоминаемый в Библии филистинский город Кириат-Гад находился где-то в 9 километрах севернее, то есть небольшая неточность. Кириат-Гад переводится как винодельня. Город Кириат-Гад расположен на месте арабских деревень Палужа и Ирак-Аль-Маншия. Жители, которые бросили эти свои деревни во время войны за незаметность Израиля, думают, что скоро вернутся, так как Израиль будет уничтожен. В начальном месте города было Маабара, алгоритм для еврейских беженцев из Марокко, которые убежали из Марокко от преследования. В конце 50-х также была большая лия из Восточной Европы, которая пополнила население города. Статус города Кириат-Гад получил только в 1972 году. Площадь на сегодняшний день где-то приблизительно около 750 гектаров. Численность населения города по переписи 1986 года была 27 тысяч человек, из которых около 50% были выходцы из стран Азии, Африки, 25% из стран Европы, в том числе из России и стран СНГ. Также были репатрианты из Америки, 25% уроженцев Израиля и старожилы. Население города сильно прибавилось в 90-е годы 20 века в результате массовой репатриации советских евреев, составляющих в начале 21 века где-то около третьего населения города. В 2014 году в ходе операции Нершуме-СКГ город подвергался ракетным обстрелам из сектора ГАЗа с стороны Хамаса. Погиб один человек в это время. В 1915 году в городе арабскими террористами было совершено два теракта. Во втором десятилетии 21 века в городе начинается массовое строительство жилого фонда. Из-за того, что надо обеспечить квартирами израильское население. Город очень известен благодаря царическому сражению Давида и Голиафа, которое произошло в его окрестностях. В промышленной зоне города находятся металлобарбатывающие предприятия, крупный сахарный завод Сугат. И в начале 21 века также были построены два корпуса завода Интель, Израиль. Также были построены предстоятельства и офисы Hamlet Packard Company, вокруг которых появляется вспомогательное предприятие высоких технологий. Открываются также фолиары в центре логистики Fritz, Globus и Flying Cargo. В 80-е и 90-е годы 20 века город являлся центром текстильной промышленности. В начале 21 века фабрики оказались нерентабельными и закрылись. Часть из них хотя бы была перенесена в Китай и Иорданию. Последний обвод отрасли текстильной фабрики Palgat была закрыта в июне 2008 года. Город Кириат-Гад расположен в географическом центре современного Израиля, на границе с исторической областью Лакиш и пустыней Негев. С востока город окружен прекрасными хвойными лесами, посаженными грейскими жителями страны. Севера и запада виноградники, поля Кебуцы и Машавы. Отдаленность от берега моря более 20 километров. Это делает климат города менее влажным. По данным Центрально-настатистического бюро Израиля, население на 2016 год города составляет 51 483 человека. Теперь поговорим о таком важном пункте для епатриарного, как съем жилья. Стоимость жилья в городе для израильтянина и снимать однокомнатную квартиру будет примерно от 1500 до 1200 шекелей. Найти однокомнатную квартиру в городе тяжело. Другомната квартира будет стоить примерно от 2700 до 2700 шекелей на съем для израильтянина. а трехкомнатная квартира на съем будет стоить где-то приблизительно от 2,5 до 3,5 тысячи шекелей, приблизительно для израильтянина. Четверкомнатная квартира будет стоить приблизительно на съем где-то от 2,900 до 4 тысячи шекелей для израильтянина. При этом съемщику придется платить большую часть коммунальных услуг. Теперь поговорим о таком важном пункте, как работа в Кириле-Гате. Работы в Кириле-Гате и окрестностях более-менее хватает, но все же чувствуется ее недостаток. В основном это обычная простая работа, также есть не очень большое число вакансии в секторе обслуживания. В Кириле-Гате также имеется немного вакансий на хатвейковские должности. В общем, работа в Кириле-Гате есть, хотя найти ее значительно труднее, чем, например, в самом центре Израиля. Но ехать из Кириле-Гата до центра Израиля не очень далеко. Поэтому те, кто может потратить больше времени на поездку, на работу и обратно, без всяких проблем, найдут работу в центре Израиля. Тем более, так как город Кириле-Гате находится от центра не на сильно большом расстоянии, на небольшом расстоянии, можно так сказать. И поэтому доехать туда на общественном транспорте, это берет время, но не сильно большое. Еще будет лучше, если вы купите машину и будете ездить на работу на машине. Это будет и быстрее, и мобильнее. Теперь поговорим о зарплате в Кириле-Гате. Зарплаты здесь в основном ориентированы на минимум и средние, потому что это ближе к югу Израиля, расценки здесь много минимальные и средние. Поэтому заработать в Кириле-Гате в основном можно не сильно много, а меньше, чем, например, в центре Израиля. Зарплата в Израиле рассчитывается от того, сколько вы зарабатываете за час. На сегодняшний день, это 26 мая 2017 года, минимальная зарплата за час – это 27 шекелей. Нежные цифры работодателя не имеют право платить, так как это уголовное преступление, и в случае, если вы подаете, например, работодателя в суд, то в основном вы этот суд выигрываете. Теперь поговорим о стоимости жизни в Кириле-Гате. Стоимость жизни в Кириле-Гате где-то равняется обычной стоимости жизни на севере или юге Израиля. Для репатриантов она будет побольше, потому что они в основном снимают жилье, и это сильно дорожается на семейном бюджете. Основные расходы семейного бюджета – это в основном расходы на съем жилья. Но в Кириле-Гате они будут, например, значительно меньше, чем в самом центре Израиля. В случае, если пациент покупает квартиру, то у него, конечно, будет основным расходом выплаты и поддержки суды. И в Кириле-Гате, учитывая более дешевые варианты покупки жилья, они будут также значительно меньше, чем в самом центре Израиля. На семейном бюджете отражается также чувствительное лечение зубов, страховка автомобиля и покупка бензина для автомобиля. Остальные цены в Кириле-Гате, да и в основном Израиле, в основном довольно терпимые. Изучительное счастливое влияние на бюджет они в основном не оказывают. Теперь говорим о таком важном пункте, как количество русскоязычных в Кириле-Гате. Оно в Кириле-Гате составляет примерно 20-30% от общего количества населения. Практически в любом офисе, в любом заведении, в любой многоэтажке живут русскоязычные. Поэтому сильно большого языкового барьера в Кириле-Гате нет, точнее сказать его вообще нет. Теперь о климате. Климат в Кириле-Гате полусухой, хотя есть и сильные признаки средиземноморского. Лето жаркое и более-менее сухое, по сравнению, например, с центром или с побережьем Израиля. Дожди выпадают в основном зимой. Влажность ниже, чем в Приморской полосе Израиля, поэтому летняя жара переносится значительно легче. Летом температура доходит от 28 до 35 градусов тепла, а лето здесь с мая и до конца октября. Дожди со середины мая и до середины сентября – это довольно редкий случай. Теперь говорим об благоустройстве города. Город Кириле-Гате довольно красивый, но не сказал бы, что очень благоустроенный. Конечно, есть и спортивные площадки, и детские площадки Монтаны с этой парки. Но этого не совсем хватает. Теперь говорим о таком важном пункте, как безопасность. Троризм в Кириле-Гате, конечно, существует, и теракты, конечно, бывают. За последние годы теракты и так разлучались. Хотя в основном теракты происходят сегодня в Руссалиме на границе с сектором газа. Из сектора газа запускаются ракеты, идут обстрелы, и когда конфликт, то перед Кириле-Гате выпускаются ракеты, которые в основном сбиваются железным куполом. Теперь поговорим о криминале Кириле-Гате. Случащий криминал, конечно, имеется, но он имеет привидительный среди израильский уровень. Большинство жителей его в какой-то степени умеленно чувствуют. И по ночам учитесь дома, хотя и на улице по ночам не сильно опасно. Теперь поговорим о Лошавте города. Кириле-Гате находится, в общем-то, на равнине, и это резко отличает его, например, от Хайфа, который находится на горе Кармель, в довольно крутом горном хребте. И в этом отношении Кириле-Гате также резко выигрывает по сравнению с Хайфой. Поэтому жить людям, которые выехали из таких стран, как Россия, Украина и Белоруссия, конечно, более привыкли в Кириле-Гате, чем в той же Хайфе. Теперь поговорим о загаженности атмосферы в Кириле-Гате. Загаженность атмосферы в Кириле-Гате находится приблизительно на среднеизраильском уровне. В общем-то, летом, в очень жаркие дни, бывает чувствуется воздух и запах бензина и смога. Это был краткий обзор по городу Кириле-Гат, город в южном округе Израиля, в центре региона Лохиш. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Продолжение следует...